ПРАЖСКИЙ ОКТЯБРЬ ПРАЖСКИЙ ОКТЯБРЬ Плюс 19 и цветут розы Первое место в мире Косплей Офигеть Красота какая Мы немножко заняты Это у нас эти бешеные лестницы, которые меняют свое направление Туда все равно нельзя так же Можно, а туда кто-то идет? Нет, на самом верх нельзя Прикольно Жалко, мы уже этим всем не увлекаемся Но все равно прикольно Косплей ПРАЖСКИЙ ОКТО ГАЛЬСКИ ПОДПОЛИВА Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Здесь уже открылись некоторые пассажи и это будет соединять плюс ко всему еще автомобильную станцию Florence то есть они хотят сделать прямо полную спойку всех транспортных узлов нам куда? там в пассажи или дальше самое интересное что большинство магазинов не внесены еще в список крейсов и по ходу даже еще не открыты Он еще не работает, к сожалению. Ничего страшного. Можем посмотреть, что внутри здесь, в этих зданиях, потому что они недостаточно необычные. Архитектура очень необычная. Очень тихий и уютный Старбакс. Здесь будут офисы, я так понимаю, всех транспортных служб, таможен и так далее. Выходы во дворы, смотри, какие интересные. Больница. Крытые какие-то рекламы. Смотрите, как изнутри это выглядит. Интересно. Красиво очень. Когда достроится, вообще будет бомба. Кафе Империал. Зашли на империалица. Не знаю, почему мне это напоминает сказки какие-то. Тысячи одной ночи. Кафе. Панно такое. На самом деле, это кафе признано самым лучшим в мире. Оно обошло даже в всякие кафе Рима и Парижа. По национальной кухне. Арт-Ново. То есть зайти, просто чисто даже поглазеть стоит. Сделать такую панораму, не могу говорить, кашлю. Прям кошмар. Я пытаюсь вам выбрать столики, за которыми никто не сидит. Здесь столики резервируют. Прикольно так мимо колонн проходить. Смотрите. В отзывах можно посмотреть. Здесь очень вкусная кеда. Традиционная, чешская. Но так как мы вообще-то собирались просто... Полить? Да. Чего-нибудь сладкого? Тори, да это самое. В состоянии даже съесть мороженое. Я попробую это. Я попробую рассказать историю все-таки немножечко. Керамическая отделка в Империале сделана по проекту Яна Бенеша. Тут офигенно красиво. А открылся сам Империал, сам ресторан этот. Кафе-ресторан. Всего за две недели до начала Первой мировой войны. Мне всегда в такого рода кафе нравится, что всегда кофе есть вода. А к заварному чаю есть блюдце, куда можно этот чай, блин, выбросить. Ну, сам пакетик. Потому что его же перезаварить, а потом невозможно пить будет. Говорить не могу. Закашливаюсь. Пытаюсь вам что-то рассказать. Буду лучше показывать. Это все очень красиво. Ракурс неудобный снимать. Я не хочу снимать людей. Посмотрите, какая прелесть. В 2000 году здесь была проведена реконструкция для того, чтобы воссоздать полностью атмосферу Первой Республики. Я вам показываю. Пытаюсь показать. Так, чтобы не зацепить людей. Конечно, когда видно еще вот так вот стульчики и диванчики, намного лучше. Но как бы не хочется людей снимать особо. Империал входит в 100 лучших кафе-ресторанов мира. В 2021 году был на первом месте. Был признан лучшим. И еще на выходе уже скажу. Тут, как всегда, очередь. Тут просто так не зайдешь. Тут очередь. Здесь вот этот вот шеф-повар. Это его книги. Он здесь главный шеф-повар. По-моему, это самый популярный в Чехии. Я вот по этим делам не очень. И еще, еще в эту сторону его покажу. Империал имеет звезды Мишлен. Вот, разрекламировала. Очень вкусно, не сладко. Пироженка была замечательная. Мороженка была замечательная. Красота неимоверная. Вот еще немножечко, немножечко, немножечко. Напоследок. Чтобы вы понимали, где это, это на Аперзичи. И это здание отеля Империал на первом этаже. Все, сейчас опять закашляюсь. Ссори, сегодня будут только кафе и что-нибудь такое, потому что не могу говорить. Отель Империал построен в стиле ронда кубизма. Не могу ни громко сказать, ни это самое. Я потом приду сюда и про все здания расскажу. Могу только сказать, что и виды из окна чудесные. Еще и дождь начался. Ну, в общем, побежала я. Я пытаюсь сделать вам хоть немножечко, хоть чуть-чуть приятнее. Я знаю, что вы просите хоть что-нибудь снять. В общем, ребята, я вас всех поддерживаю. Не знаю, что сказать. Времена жуткие, времена тяжелые. Держитесь и все себя берегите.